14 тысяч гектаров земли. Практически каждое поле у фермера Алексея Денисенко застраховано. За четыре года на предприятии ни разу не пожалели, что вложили деньги в защиту растений. Цель оправдывает средства. В хозяйстве выращивают озимую пшеницу, ичмень, кукурузу и подсолнечник. Застраховать посевы – это как вовремя внести удобрения, говорит руководитель сельхозпредприятия. Тем более, что Ейский район относится к зоне нестабильного земледелия, поэтому риск потерять урожай велик. Затраты на гектар, которые мы вносим, комплекс удобрений, защита растений, семена – это очень дорого стоит. И с нашей зоной, если мы этого делать не будем, то и случится, не дай бог, какая-то катаклизма у нас, допустим, та же засуха, то мы не получим тот урожай, который мы запланировали, допустим, 50-60 сантиметров гектара, то нам просто неоткуда будет взять это всё. И мы сработаем в лучшем случае в ноль, а может даже и с убытком. Чтобы это всё компенсировать, мы страхуем посевы. То есть мы считаем, это нужное дело, нужно заниматься этим. Но не все фермеры так рачительно по-хозяйски относятся к земле. Зачастую риски не просчитывают. О страховании урожая в хозяйствах вспоминают, когда большая часть его уже потеряна. Отсутствует и культура земледелия. От этого все проблемы. Ведь главное в агробизнесе – система. Все почему-то на ось. Пока петух не клюнет, год был ополучен, здорово. Завтра что-то не так. Начинает всё сначала. Вот у нас шарахание. Свекла не выгодна в этом году. Всё, под нож. Нет её наполовину. На следующий выгодно, а уже погодно. Молоко не выгодно, корову под нож. А сегодня выгодно, а уже локти кусаем, а ничего не можем сделать. Попробуй корову сейчас, восстанови. Это поголовье и так далее. Вот постоянная система должна быть, стабильность, коллеги. Если я выращиваю одно, я должен на этом совершенствоваться, оттачивать до миллиметра. Тогда даже в худшие годы ты всегда будешь иметь уровень выгоды и так далее. Сельское хозяйство – наиболее рискованная отрасль экономики. Защитить на 100% посева от капризов природы практически невозможно. Град, сильный ветер или засуха – на Кубани такое может случиться в любое время года. И мониторить ситуацию на полях нужно постоянно. И не забывать об агростраховании. А в этом году оно серьёзно просело в крае, отметил Александр Ткачёв на совещании по развитию агропромышленного комплекса. Всего 20% сельхозземель застраховано в крае. Это в половину меньше, чем в прошлом году. Такая ситуация не устраивает ни администрацию края, ни ЗСК, где в своё время приняли закон об агростраховании. «Сельхозпроизводство – это цех под открытым небом. То риски недополучения урожая при вложении серьёзных средств в него очень высоки. Чтобы можно было спать спокойно, в том плане, что если ты застраховался свой урожай от недополучения или от гибели, то хотя бы те затраты, которые ты туда вложил, тебе страховые компании выплатят. Для того, чтобы ты мог потом посеять в следующем году и вернуться в бизнес этот». Не страхуют урожай аграрии по нескольким причинам, считает депутат. Думают, что страховой случай никогда не настанет, а деньги просто сгорят. Но, с другой стороны, есть и пробелы в законодательстве. Например, сейчас вернуть потраченные средства полностью невозможно. Страховку выплачивают, если погибло не меньше 30% от урожая. Парламентарии предлагают внести изменения в закон и снизить эту цифру до 10%. Тогда и страховать посевы фермеры будут охотнее. В то же время не стоит забывать о мерах господдержки. Сегодня она довольно существенная. Государство готово возместить крестьянам часть затрат на страховку. В этом году из федеральной казны выделяют на эти цели почти 537 миллионов рублей. Из краевой – больше 115 миллионов. Изменения в законе должны коснуться и страховщиков, которые не всегда идут навстречу аграриям. Компании зачастую затягивают с выплатой страховки или вовсе отказываются возмещать ущерб. Это еще одна причина, по которой фермеры не страхуют урожай. Чтобы выгодно было всем, краевые власти и депутаты прорабатывают варианты поправок в закон об агростраховании. Подключиться к этой работе губернатор поручил и Министерству сельского хозяйства региона.